Памятник герою при входе в школу номер 41. От его подножия и начинаются улицы Николая Петрова. Память земляка-пограничника ценой своей жизни, запечатлевшего в марте 1969 года на фотопленку агрессора в пограничном конфликте на острове Доманском, почтили его ровесники, депутаты Лондонского курсовета и сегодняшние школьники. Сегодняшнее поколение, здесь присутствующая молодежь, должна гордиться, подражать подвигам и воспитываться на тех подвигах, которые совершали наши земляки. А это яркая и убедительная победа, продолжение памятного дня в спортивном зале «Динамо-Универсал». Бескомпромиссная борьба на турнире имени Николая Петрова происходит среди 86 спортсменов в 9 весовых категориях. В конце 60-х борьба с самбо была принята на вооружение в советской армии. С тех пор в Бурятии тренеры вырастили сотни чемпионов по борьбе без оружия. Замена у нас растет достаточно хорошая. Я думаю, что даже ребята сами приходят, они смотрят, говорят, что да, если бы в этом возрасте так бы, как они тренировались, мы бы, наверное, даже лучше были бы, чем на сегодняшний день. Турнир имени Николая Петрова проводится уже в 40-й раз. В следующем году он обещает стать всероссийским, а если в дальнейшем в нем примут участие не менее пяти стран, он станет международным. Намсарай, Намсарай, Сергей Костенко, Новости дня.